ребята всем привет с вами белки и кокосовое молоко ну мы взяли то что у нас есть дома это креветки брокколи фасоль стручковая там перчик обычный красный имбирь обычные продукты все что у нас есть холодильники это из обычных продуктов на самом деле нас это бесило и раздражало когда кто-то что-то готовит и говорят ой у меня там холодильнике вдруг креветки завалялись брокколи английская фасоль забыл кабель имбирь что чем там дел чуть лежал острый перец я пока поставлю воду там нужно отварить рисовую лапшу и брокколи вчера мы вам не выложили ролик по одной простой причине потому что мы просто не успели вчера был такой бардак что просто-напросто нам пришли чинить компьютер потом еще что-то делали вот в общем занимались своими делами освободились только в час ночи и уже как бы начали снимать и передумали потому что голова совершенно не работал смотри на перец пошел с плесенью не скрыть так я как всегда пробовал острый перчик просто тот перец был не фонтан так воду для лапши надо подсолить слушайте такое ощущение что я опять пролетел не тот у меня острый отрезал серединку еще хуже чем бог вот грешни он не острый вообще можешь тогда красный добавим этот молот ребята он очень не зерна смотрите так вот рисовая лапшичка как он открывается не знаю скорее всего отламывается обламывается вот такая лапша для меня непонятно вот уверена что его просто кипятком не забиваешь нет ее пять минут отварить мне кажется достаточно сколько она стоит вообще а руб но я не помню 40 100 недорого ладно были жалко с перцем пролетели а как будто красным добавим молот в общем в ленте ребята не покупайте ничего а ваша не мы брали тогда до ваша не был хороший перчик он у него сыр но он просто какой-то сладкий может укусить удовольствием и 7 вообще не так то хоть и горький какой-то ну ладно тебе задание открыть кокосовым молоком очень круто и порезать перчиком а где так ребята кокосовое молоко выглядит в принципе как молоко оно кстати густое да налей масочку какая гада фу бля фу фу я думаю сладенько нет если ты сюда добавишь сахар то будет сладенько в кипящую еще раз ошибка в кипящую надо было добавить сделал потише мази так не закипит покойся получается что с перцем мы пролетели а сколько его надо кстати теперь излечет даджер ну добавим вместе со всеми так теперь может быть этот острый и этот него что ты будешь туда добавлять сейчас ты нарежешь нет про этот острый один был на острый как бы перец идет прям с семенами так как нам сказали что вся острота в семенах но и не острый ну не острый но более-менее хоть чек-то отдает еще один нарежь и хватит еще один да хватит но не острый он да блин все-таки вот я брал в одном месте и он действительно был вообще просто острый корсин на 7 но там мне понравился но это вот уже вторая покупка я до сих пор не доволен острым перцем не знаю чужого такой получился ну короче ребята если кто-то любитель острова напишите пожалуйста где и что взять то что я любитель острова для 3 разрезал даже с семенами пробы я тогда давай мне кокосовое молоко где-то пол баночки 200 миллилитров наливай куман такой густой еще теперь нужно томатной пасты ложечку столовую что-то какое-то вообще непонятное блюдо еще это все надо скалдыгать теперь нужно нарезать чесночок меленько и натереть имбирь так я буду имбирь натирать да то есть ребята получается вот в это вот чудо непонятно что мы еще натираем имбирь его чистить надо он не чистится понятен скорее всего нет ну давай я его проезжу не наверное чистится вот эта вот шкурка да ну давай его почищу полежу так сказать ну примерно на две чайные ложечки запах вода берем а вот в чай можем потом дать да у кстати будет чайные видео будем заваривать чирок у меня есть чудесный рецепт чай с имбиром и с медом так хорошо натирать положим слушайте но такие ингредиенты все идут непонятно у всех разный запах довольно таки первый раз имбирем буду так готовить так его обжаривать это все в кастрюльке сейчас в сковородке будет обжаривать это мы делаем так соус да ты думал это сырое я вообще ничего не делаю ну что надо креветку же чистить да сейчас будешь чистить ну здрасте я все чистить буду достаточно достаточно для первого раза чеснок тоже да мелко-мелко порежу что-то с чем-то кстати чеснок имбирь молоко перец острый что происходит непонятно я думаю что это будет наверное вкусно скорее всего так имбирь добавили перчик сюда кстати ребята огромное спасибо что подписываетесь на наш канал ставите лайки комментируете да почему у вас подсказывайте какие-то блюда нам приготовить но вы да кстати можете написать какие блюда вам еще и приготовить нам приготовить я не буду обжарить в общем чеснок я не стал мельчить порезал так как смог ну не как на терке потому что на терке это будет уже сильно матера у вас уже всем подряд а еще и брокколи там так теперь мы отварили рисовую лапшу 6 минуточек оставляем ее сдавать и брокколи у нас уже отварились тоже 5 минусочек брокколи тоже нарезать нет ну я их на соцсвете просто растерю сильно резать мелко не будем так теперь сюда у нас здесь кокосовое молоко томатная паста и имбирь добавляем чеснок и перец сюда? да что это какой-то кошмар ну ладно надеюсь это будет вкусно так теперь так я пока буду креветки не разбираться угу и сюда нужно выжать у нас немножечко опять желаемо не было мы лимончика немножко кислиночку даст выжмем сюда маленечко так креветки куда будут креветки сейчас чуть попозже мы обжарим а потом креветки добавим теперь на сковородку наливаем масло обычное растительное чуть-чуть какая гадость креветки еще разбирать очень гадостно я их сюда в него уже туда выложим так а еще кстати половина уже без головки так вот ты их не режь отрывай аккуратно до хвостики аккуратно там еще здесь все осталось ну ладно что давай сейчас я хочу поменять креветки мне проще щуку разделать и превратить ее господи ножом еще привет котлету но стараюсь аккуратно вот аккуратно отломываем голову а ее нету там головы бери нож и вот берешь за лапки и она по кругу ну так получилось вот по кругу и все нож не нужен я помню но забыл и вот здесь вот черненький вот здесь вот штучка вот эту черную тоже выбирает это типа задний проход это кишки на я не могу мне бесит очень сильно раздражает жирненькие хорошие мы взяли королевские креветки кстати королевские креветки откормлены на рисовой муке ну кстати пахнет какой-то гадостью морской ну правильно типа знаете как утку поймаешь и она водорослями проходит или раки вот сюда сюда выливаем ну кокосовое молоко ребята сразу вам скажу гадость не а ну кокосом просто что он этот не сладкий я думала как сладкий даже наверное я сладкий как баунти да конечно баунти баунти тоже кстати не сладкий только с шоколадом убираем это все будет кипеть да масло можно было не добавлять даже практически чуть-чуть да ребята нам не хватает еще 5 км чтобы это все снимать так сюда же я сразу же добавлю фасоль сразу же? оно будет с ним вместе тушиться как потушить маленько надо ладно я буду продолжать разбирать креветки каким-то образом красота какая да? дядь очень красиво еще бы пахло аппетитно не будет вообще супер слушай у тебя ногти тебе больше и на медленном огне слышишь? да да давай я сама если ребята мы сегодня успеем то сегодня мы еще будем не трогай сама готовить сало в банке по новому рецепту потому что я вчера купил баночку специальную такую вакуумную чтоб воздух не проходил и будем делать новое соление я смотрю просто сало всем понравилось мне в принципе сало самому понравилось потому что оно классное оно очень вкусное оно острое оно прям обалденное мы прям за один раз вот по шмотку сало съедаем с хлебом кошки у нас пришли покушать не вовремя у нас когда идет съемка в нашей так сказать телепередаче у нас приходят кошки хорошо главного нет который орет это хоть спокойно пришла поела и все слушай я все-таки думал что будет какой-то типа супа что-то нет это второе блюдо ты уже выключила? нет убавила что-то сильно ну у нас в принципе на нашей сковороде ничего не пригорает хотя в принципе не ну на быстром не надо жарить прям кипятить кокосовое молоко там такое иди помешай пока ну видок я вам скажу ребята вообще обалденный а запах ну запах не знаю ну запах такой азиатский можно так сказать на медленном огне ребята помешиваем эту всю хадость ну выглядит симпатично не знаю как на вкус посмотрим причем ли ты имбирь еще туда добавил угу ну что-то с чем-то похоже на вкусность и сейчас что после этого ты еще туда сейчас сюда креветки добавим а в конце уже лапшу вкуснятина намечается это круто ну вот кстати с креветками что-то я как-то не справился сегодня как-то они они немножко у нас по-моему перемороженные были похоже на это мы покупали в ленте в Ашане мы брали маленькие они вполне достойные можно сказать обалденные так закидываем наши креветочки я уж не знаю как но так нашвыряют да и аккуратно помешиваешь что-то они что-то ну они приготовят перемороженные развалятся на эти качественные хорошие креветки тяжело у нас походу в город почему мы можем в океане или фасоль осталась нам в город для этого надо ехать чтобы купить в океане креветки хорошие а эти видно что перемороженные солить надо? не знаю ну не знаю но оно такое попробуй слушай о чем мы туда острого добавляли что у нас острый перец так он не острый острый лишь оказался да? ну острова ты чувствуешь? да я все таки предлагаю соль не добавлять а как? ну нормально мне так кажется такой постенький ну это экзотическое было ну так ставьте не кажется что туда молока надо добавить? зачем? ну а молока думаешь мало? оно же не жидкое должно быть вот на лапшу должно хватить да ну да в общем мы добавили оставшееся молоко сюда вот и ушла полностью банка ну мы кстати долго думали какая разница между нашим молоком или там сливками вкус все равно можно если нет кокосового молока можно сливки просто пожирнее выбрать какие-нибудь и добавить нет не то будет все равно мне кажется но вкус должен быть то если поэтому должен быть все таки вкусил молоко ну и все таки и смотрите мы не солим нигде только чуть-чуть в подсоленной воде отваривается рисовая лапша и все ну что ребята соединяем наше чудо блюдо я уж не знаю что это получится ну все минуты две а это надо перемешивать ну конечно что-то там слиплась лапша слиплась сейчас она отойдет скорее всего надо было все таки все таки я думаю что лапшу надо отваривать перед забрасыванием в сковородку чтобы она не слиплась вот либо а ты промывала лапшу ну и промывала ну рисовую лапшу мы готовим первый раз поэтому да вот она отходит же она просто а все конечно ну кстати загустело все ну красота слушай ну тут даже не на двоих тут на целую толпу ну на 4 порции как раз его ходят тут можно самим пообедать и соседей еще накормить оказывается на 4 порции хорошо перемешали я так думаю это подается на каком-то большом-большом блюде подносе да скорее всего а как мы есть будем так же и будем есть сейчас короче мы подумаем как это все выложить и приступим к дегустации а пахнет вообще обалделом ребята самое интересное начинается дегустация о это просто что-то такое непередаваемое слюнки текут слушай я что-то не знаю хлеб это не надо хлеб русская туша смотрят с хлебом я знаю смотрится очень красиво что много очень много это просто большая огромная куча чего-то так еще бы узнать как это все кушается я наверное с креветкой возьму сразу у меня уже слюни просто сверху что-то лапша немножко как-то это переварилась короче пробуем лишь бы не взорвалась давайте ну что еще раз что-то непонятно хочется туда еще чего-нибудь бухнуть соль соль да я не хочу с перчиком вот поострее да если бы был тот перец наверно было бы острый вот не хватает остроты отдает в принципе кокосом кстати я чувствую что пропал перчик запах да пропал но надо в конце чуть-чуть добавлять и все ну в самом конце в общем чего-то не хватает но очень вкусно и кстати пост да да а тайцы не едят соль ну почему да креветки обжарились кстати хорошо да кто-то креветки а это перчики только не оживятся кстати можно как вариант еще креветки обжаривать в кокосовом молоке как вариант отдельно что нет ну просто приготовить блюда допустим просто креветки зажаренные с чесноком под молокем и перцем и перцем мы теперь от перец везде будем звать мы любители острова поэтому у кого желудок вообще такой слабенький конечно мы не рекомендуем а вот сами мы обожаем острое не знаю насколько нас надолго хватит ну что то в этом есть ну есть лапша я бы сказал обычная как у нас лапша нет она другая чуть чуть даже на вкус рисовая лапша чуть чуть другая ну очень схоже с наш если вы возьмете гречневую вот это будет отличаться да ой гречневую мы уже едем а это похоже на нашу лапшу ну ты это будешь ребята вывод такой нет лично я ничего интересного не нашел в этом рецепте надо улучшить просто да не хватает остроты не хватает кстати лимона каких-то специй еще не хватает вот мы готовили суп том ям вот он был реально острый реально пах всякими разными специями значит следующий раз перец берем тот который наш нам понравился в прошлый раз ну можно попробовать да что еще добавить лайма побольше лимона ну да то что мы добавили такие вот ингредиенты непонятно что то есть и чего то не хватает в общем ребята пишите в комментариях какие нибудь свои экзотические рецепты мы обязательно прочитаем все таки попробуем сделать еще лучше а еще так сказать вкуснее а возможно суп тофу ой мисо суп или так сделаем скоро а мы с собой кстати рассчитывали на четверых я так думаю можно сейчас все вдвоем помним в общем ребята ставьте лайки пишите комментарии ну и всем пока всем приятного аппетита ну да ну да мы продолжаем дегустацию дальше